Алиэкспресс взялась за здоровье. Алиэкспресс взялась за здоровье. Тмол начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств. 1. Газета «Коммерсант» номер 65 от 12 апреля 2019 года. Строение 10 платформа Тмол китайской компании. Алиэкспресс запускает в России продажу медицинских товаров и косметики, которым планирует добавить и безрецептурные лекарства. С моделью их продажи Алиэкспресс пока не определилась. Официально продавать препараты онлайн с доставкой запрещено, но интернет-ретейлеры надеются на либерализацию законодательства. Входящий в Алиэкспресс Маркетплейс Тмол с 18 апреля запускает продажу медицинских и косметических товаров, сообщил твердый знак представитель торговой площадки Антон Пантелеев. Они будут продаваться по модели Маркетплейса. Продавец регистрируется на Тмол, но использует свои инфраструктурные возможности, например, логистику и поддержку пользователей. Первыми партнерами площадки стали бренд Optic City и дистрибутер фарма-косметика, которые будут продавать контактные линзы, растворы, аксессуары и медицинскую косметику. Реализация домашних медицинских товаров, например термометров, тонометров и глюкометров, займется уже действующий на Тмол продавец Молмарт, объединяющий несколько небольших дистрибуторов и поставщиков. В дальнейшем Маркетплейс намерен запустить продажу безрецептурных лекарств в партнерстве с крупными аптечными сетями, которые смогут использовать свою логистику и точки выдачи, отметил директор по развитию Тмол в России Дмитрий Селихов. Модель их продажи пока прорабатывается, по словам представителя площадки, это может быть либо онлайн предзаказ и получение в офлайн-точке, либо онлайн продажа с доставкой, если такая возможность будет легализована. Как законопроект об интернет-торговле лекарствами поддержал Владимир Путин. При этом безрецептурные лекарства с доставкой из аптечного пункта уже реализует интернет-ретейлер Добиться блокировки которого за это, как сообщал твердый знак 22 января, крупные аптечные сети не смогли. Увидел повышенный интерес к этой категории в тех регионах, где низка доступность лекарственных препаратов, говорит представитель компании. Мы надеемся, что скоро будут приняты поправки, которые дадут людям возможность покупать лекарства разными удобными им способами, отметила она, подчеркнув, что продажи должны осуществляться организациями, имеющими лицензии, а правила продажи четко регулироваться. Запрос аудитории на интернет-продажу лекарств огромный вне зависимости от модели продажи, отмечает руководитель кластера «Электронная коммерция» Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов. Растущий спрос на лекарственные препараты видят и в маркетплейсе «Беру Яндексе» и «Сбербанка», рассказал твердый знак директор категории «здоровья Яндекс.Маркет» Максим Агарев. Он ссылается на данные агентства «Тиберон», согласно которым 71% российских интернет-пользователей рассматривают возможность онлайн-покупки любых лекарственных средств, а 56% — безрецептурных препаратов. По оценке господина Агарева, потенциальный сегмент онлайн-продажи лекарств может достичь 10% от розничного рынка за короткий срок. По данным DSM Group, по итогам 2018 года через аптеки было реализовано лекарственных препаратов на 991,9 миллиарда рублей. Почему в правительстве просят ускорить легализацию дистанционной продажи лекарств Госдума еще в 2017 году одобрила в первом чтении законопроект о дистанционной продаже лекарств и может продолжить его рассмотрение в весенней сессии. Его радикальными противниками выступают аптечные сети, указывает Иван Кургузов. Коммерческий директор сети 36,6 Евгения Ламина называет вопрос легализации дистанционной розничной торговли лекарственными препаратами открытым, а доставку лекарств на дом в текущих условиях – нарушением закона. Сейчас у сети есть интернет-аптека, но заказы клиента забирают из аптечных точек, уточняет она. Опыт текущих онлайн-проектов показывает, что доля онлайна в выручке аптеки занимает до 10%, вместе с тем маржинальность стремительно падает. Госпожа Ламина также напоминает, что сейчас в онлайн-сегменте лекарственных препаратов уже есть проекты аптека.ру из Дровсити, которые развиваются крупными поставщиками и работают с минимальной наценкой. Дмитрий Шестоперов